В очередном туре Суперлиги Волгоградский Каустик противостоял на выезде пермским медведям. Безусловным фаворитом поединка являлись хозяева площадки. Однако Каустику нечего терять. Химикам необходимо цепляться за очки в каждой игре. Гости даже сумели открыть счет в матче. Отличился Данила Иванов. После чего пошла качельная игра. Никто из соперников не имел явного преимущества. В составе Каустика помимо Иванова выделялся Андрей Воробьев, который раз за разом поражал ворота хозяев. В завершении первого тайма рулевой химиков Дмитрий Бочарников взял тайм-аут, чтобы передать подопечным нужный настрой. На перерыв команды ушли при счете 21-21. Случилась хорошая игра двух команд, несмотря на то, что эта игра по сути ничего не решала. С точки зрения турнира на таблице мы остаемся на своем месте. И с Каустиком, соответственно, решаем разные задачи по этому чемпионату. Тем не менее, Каустик приехал очень заряжен. Ребята приехали в усеченном составе. Наверное, где-то можно сказать в наше оправдание, что несмотря на то, что они приехали в 12 полевых игроков, у них преимущество в задней линии по игрокам. Конечно, во втором тайме пермские медведи включили дополнительные обороты. Хозяева не желали делить очки или, хуже того, проигрывать коллективу, явно уступающему им по классу. Каустик же в очередной раз показал свой несгибаемый характер. Игра мяч в мяч продолжилась и после перерыва. Галкипер гостей Никита Михайлов совершал важнейшие спасения. Химиков не смущало положение пермских медведей в турнирные таблицы. Более того, волгоградцы даже имели шансы на победу в этом противостоянии. Однако хозяева все-таки свели и матч к ничей. 37-37. Каустик сумел не проиграть в Перми, прерывав серию из четырех поражений в рамках Суперлиги. Мы старались держать темп. Пермские медведи в этом чемпионате задают этот тренд. Мы его поддерживаем. У нас ребята помоложе. Бежим все время. Это такая установка у нас. Сегодня, да, получилось. Хорошая реализация была у нас. Ну, неплохая. Последние игры мы хуже реализовывали. В защите вратарь Михайлов Никита нам тоже хорошо помог. Большое ему спасибо. И спасибо всем ребятам. Сражались, бились до последнего. Играли всей командой. Было видно, что настроено после нескольких осечек. На сегодня Каусик занимает предпоследнее место в Суперлиге. Химики вполне могут остаться в элитном дивизионе российского гандбола и на следующий сезон. В последнем туре предварительного этапа чемпионата волгоградцы у себя дома примут краснодарский скиф. Матч состоится 6 апреля. Игорь Чемнёв, телеканал Волгоград1.